Островок природы прямо в центре Самары. Эту дубовую рощу жители вместе со своими депутатами и общественными советами отстаивали до последнего. Здесь были проекты постройки и жилых домов, и торгового комплекса. Но, наконец, в прошлом году земле присвоили статус Р4 – особо охраняемая зона. И теперь, когда роща не грозит застройкам, можно подумать и об ее обустройстве. В судьбе дубовой рощи продолжают участвовать депутаты городской думы Вячеслав Звягинцев и Совета промышленного района Константин Радкевич. Вместе с жителями им удалось решить одну из главных проблем – содержание участка. Раньше эта территория не была закреплена ни за одной организацией. Роща постепенно приходила в запустение. Здесь около пяти тысяч деревьев, в том числе и реликтовые дубы. Теперь наша роща относится еще и к зеленхозу, что они ее теперь чистят, отпиливают, вывозят мусор. И роща у нас, конечно, опять обновилась. В очереди на спил стояли около 120 аварийных деревьев. Когда приступили к работам, специалисты зеленхоза обнаружили в роще клещей. Тогда для безопасности жителей было решено обработать территорию. Такого в роще здесь никогда раньше не было. Но с учетом того, что здесь постоянно дети, дети ходят в школу 139-ю, дети ходят в детский садик, просто здесь гуляет мама с колясками и так дальше, конечно, это представляет собой опасность. В порядок привели и местное озеро. Раньше его загрязняли дождевые воды. Далее их от вода вырыли специальную канаву. Теперь вода в озере стала чище. Это заметили все жители. У них дубовая роща – любимое место отдыха. Через нее каждый день проходят сотни людей. В планах провести здесь дополнительное освещение вдоль тропинки, а уже сейчас по ней проходит маршрут народных дружинников. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.